Привет всем! Это футбольные истории, 49-я часть. Мечта парня Саши. В двух видео я уже вам рассказывал о том, как презентационный ролик во время выбора России на право проведения чемпионата мира 2018 года, повторил одну из фотографий моих, размещенных в интернете. Всего же по этому презентационному ролику у меня будет свыше 100 доказательств и удивительных фактов того, что этот промо-ролик повторил мою книгу и некоторые личные фотографии. Почему я и говорю, что с помощью парня Саши из Алматы Россия выиграла право проведения турнира чемпионата мира 2018 года. Сейчас я вам буду это все демонстрировать, показывать. Это вор, лугун и мошенник Руперт Уэйнрайт. Американский кинорежиссер. Вы должны знать его в лицо. В этих двух видео, вот одно видео я рассказываю. И вот второе видео я рассказываю о повторении промо-ролика. Теперь давайте посмотрим следующий материал. Вот в этой рукописном материале, который был написан в 2004-2006 февраль годах, написано, особо хочу отметить, 15-летнее дарование под номером 7. Он находится в данный момент у меча. Это я писал до издания книги. Но когда я увидел промо-ролик «Большой день Саши», я в то время не знал законов об авторском праве. И мне казалось, что я нарушил авторское право Руперта. В этот момент, сейчас вы увидите, будет показан парень Саша, стоит у футбольного мяча, и у него номер 7. Эта работа также размещена на сайте Adore Creative, вора, лугуна и мошенника Руперта Уэйнрайта. Но я продолжу вам этот вам рассказ. На момент публикации этого ролика я подумал, может быть, я нарушил авторское право, потому что я не знал законов, я еще их не изучал. И поэтому в книге я напишу, вот, здесь вы его видите стоящим с мечом в руках. Я переделал это, чтобы, как мне казалось, не нарушать авторское право. Позднее я пойму, что этот промо-ролик в свыше чем 100 с лишним случаях будет повторять мою книгу. Что еще интересного произойдет? Я в книге рассказываю о футбольном матче, где присутствует парень Саша. Его команда будет 0-1 проигрывать, потом она выиграет со счетом 2-1. Так что, Руперт, я о тебе буду рассказывать еще долго и долго. Всем всего доброго и ждите новых сенсаций и чудес.